В сегодняшний доклад я сделаю маленькое сообщение по поводу того, каких мы результатов добились на лаборатории. То есть мы это обсуждали. Ну и отличные доклады делал, потом мы эти доклады обсуждали с Антоном. И я просто попытаюсь сейчас сконцентрированно и кратко изложить, какие результаты получены. Но если говорить по простыми словами, то мы пытаемся теперь выйти на какую-то бессубъектную антологию. В каком смысле бессубъектную я это буду объяснять. Это первый момент. А второй момент, у нас возникла такая интуиция интересная по пониманию сознания, как некое прото пространство. Вот, собственно, две интуиции, которые я расскажу. Не знаю, мне казалось, что любая настоящая антология должна быть бессубъектной. Почему? А почему это? Ну что такое антология? Это из чего состоит, например, пространство. Оно примерно имеет три измерения. Есть здесь субъект, нет субъекта. Ну, например, начиная с карта, любая антология стала субъектной. Потому что... У нее как бы и антологии-то почти нет. Да, у него ее нет. Но тем не менее... А у физической антологии, она принципиально бессубъектна. То есть физика связана определенная антология. Тем не менее, система отчетов существует, понятно. Это да, но субъекта там нет. Нет, но это и есть субъект. Система отчетов, это и есть субъект. Ну, тогда это от него рожки-доножки, я подожду. Ну, понятно, рожки-доножки. Но тем не менее, что такое субъект, как бы, в таком уже совершенно нечеловеческом виде, да, если можно сказать, это дочка, откуда происходит свидетельство. Да, там есть система отчетов, которая, собственно, свидетельствует, что происходит, да, откуда измеряется движение, там, расстояние и прочее-прочее. Но мы сейчас это не будем в таком аспекте рассматривать субъекты. Мы будем рассматривать такого простого субъекта философского, да, который представляет собой человеческий субъект. Проблема состоит в следующем. Вот мы с самим построением, и получилось так, что мы никак не можем найти метафизическую субъекту. Вот тот, того субъекта, о котором говорит Кант, о котором говорит Гегель. По классической философии, в лице, начиная с Декарта, там, в лице Канта, Гегеля, там. И вообще, в принципе, как любая философия, там, субъект об этом различии, она рассматривает обязательно такую позицию, как субъект. Да, и субъект, в принципе, важен. И этот вот субъект, который вводится в таком теоретическом построении, он является метафизическим субъектом, то есть чем-то существенным. Да, вот это вот различие субъекта объектное, это не просто различие, которого можно элиминировать, а оно постоянно возникает, и его элиминировать нельзя. Да, вот, как бы, можно ли построить такую антологию, где вот это вот различие будет отсутствовать? Это не значит, что, как бы, не будет нечто пониматься, как субъект, потому что тут еще есть проблема языковая, да, ведь потому что есть подлежащее и сказуемое. И всякое наше высказывание, оно, как бы, вводит этого субъекта. Мы всегда, когда что-то высказываем, мы говорим, подлежащий, допустим, стол стоит, да, и получается вроде как стол берется как некий субъект. Да, и даже в логике используется такое понятие, как субъект, там, треника. То есть понятие субъекта, оно, на самом деле, такое настолько всеобъемлющее, что если вдуматься, мы просто от него не можем избавиться никак. Мы постоянно будем в предложениях, хотим и того, не хотим, постоянно будем упоминать субъекты, поэтому полностью элиминировать субъекта не удастся. Да, не удастся в том смысле, что в своем разговоре я всегда, если буду говорить, допустим, сознание, да, то я все равно буду, как будто бы это сознание является субъектом. Хотя на самом деле, с этого говорить, вот есть такие безличные формы предложения, да, что сознавалось, да, вот и как смеркалось, или там снежно. То есть нету на самом деле вот этого субъекта метафизического. То есть как физики, субъекта нет, но зато отсчитывалось. Да, вот как-то так. Вот субъекта нет, но отсчитывалось, да, 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 именно так. Ну что, ну отсчитываем? Отсчитывалось, да. То есть субъект, он как бы все равно, естественно, такая позиция, как субъект, мы редуцировать совершенно не можем, да. говорит отчитывался, но должно быть. Но субъект, какая-то активность, субъект, какое-то место, откуда берется все, весь мир разворачивается, такого субъекта нет. Получается так, что как будто есть некое пространство, и в этом пространстве есть некие различия, и само пространство и различие внутри него, это и есть все, что есть. И вот как ты говоришь, как физики, как математики, и есть некое пространство математическое, и в этом математическом пространстве есть какие-то различия. Но я еще хотел просто добавить, что есть некий другой субъект, субъект психологический. Мы, конечно же, никак не можем расстаться с тем, что каждый из нас себя чувствует неким самим собой, и каждый из нас говорит «я», то есть каждый из нас, на самом деле, апеллирует к некому самому себе. И есть понятие юридическое понятие субъекта, есть понятие субъекта, здесь экологическое понятие есть, какие-то есть уровни, на которых нельзя обойтись без понятия субъекта, в том классическом смысле, как субъект активности, как причина, можно говорить, как источник всего. Есть такие уровни, на которых без этого просто разговора не удастся. А вот есть глубинные уровни, металлизические уровни, уровни антологии, где вот этот субъект просто редуцируется без личных предложений. Ему просто нет. Есть какая-то активность, которая просто как пространство, она интенсивно распределяна, какие-то есть интенсивности, то есть пространство неоднородное, оно интенсивно. И чтобы пояснить, как это понимается субъект, как понимается бессубъектная антология, в том смысле бессубъектности, что субъект психологически есть, это физически нет. Вот мы рассмотрим простое, такое вот многообразие, да, вот многообразие. Это что такое? Ну все, контейнер не тот. Не тот взял. Это же обман. Попал на один, что ли? А может они для другого стендера там? Да нет, это просто высох, видимо, там нет. Вот, есть некое многообразие, да, вот он пишет. Первое многообразие, назовем его просто пространством точек. Ну, буквально как вот в математике. Тут вообще пойдет так, есть такая аналогия интересная, что вот Канн пытался обосновать математику, да, он пытался построить такую систему философии, которая обосновывала, почему возможна математика и естествознание. А на самом деле, у меня сейчас складывается впечатление, что математика, она, и не надо обосновывать, как она возможна. Математика вообще находится в средоточии нашего бытия, да, то есть это не так получается, что мы математику это выдумали, а так получается, что мы просто в математике живем. Просто как бы математика это как бы вычленило, да, вот ей было какое-то огромное многообразие возможностей, она просто возможность реализовала в виде вот именно конкретной какой-то математики. Так вот, есть некое пространство точек, оно в буквальном смысле пространство точек. Вот это пространство точек, это пространство восприятия. Восприятие. Здесь стоит восприятие. И вот второе пространство, да, которое вот надо нарисовать, которое вот мы теперь исследуем как пространство сознания, это вот и есть, собственно, гипотеза о том, что такое сознание представляет, это пространство отношений. Пространство точек, пространство отношений. Отношения — это сознание. Вот надо теперь понять, что это такое. Дело в том, что пространство точек, оно бесконечно, потому что точек, вообще говоря, бесконечное количество. А пространство отношений, это когда эти точки берутся, вот здесь существует такая проекция, да? Какие-то конкретные точки взяты, и они взяты в виде отношений. Отношения, и в чем разница состоит этих двух пространств? Здесь, кстати, произошло как бы расклоение. На самом деле, вот это одно пространство нам нужно на другое. Что это состоит? Здесь бесконечное количество. Отношения между двумя точками, я так понимаю. Да. Отношения не сознания к себе. Да, отношения между двумя точками. Я же говорю, нет, ну просто. Но его, судя по всему, таких отношений еще больше, чем точек, по понятной причине. Нет, а их... Нашло в этих бесконечных, они даже... Это понятно, но факт состоит в том, что для познания, для нашего существования, важны именно какие-то конкретные различия. Для нас не существенно, что там где-то валяется кусок бумаги. Для нас существенно, на самом деле, вот едет машина или не едет машина. То есть, для нас важны всегда какие-то различия, которые... То есть, едет машина, это отношение машины едет. Ну, это я просто привожу к тому, что вот точек бесконечное количество, мы можем углубляться, взять этот стол, исследовать, мы можем все жилки, прожилки, все исследовать. Но нужно ли нам это? Ну, просто берем его как стол, и все. А, то есть, у нас будет множество точек на некая система пар. Да, да, некая система пар, это как бы многообразие. И у тебя заведомо, у тебя множество этих точек в парах меньше, чем точек в пространстве. Конечно, здесь вот, конечно, иначе не было бы смысла. Нет, там бесконечное, здесь бесконечное. Ну, хорошо. Иначе смысла не было бы. Ну, модель такая, да. Да, модель такая. Это модель сознания. И она называется, она как бы схема. Но, вот, что тут как бы состоит, важность понимания, что когда я так рисую, я всегда имею в виду, что я-то исследую сознание, поэтому я беру сознание как некий объект. А на самом деле, эта схема есть деятельность. То есть, это некая деятельность, которая совершается в момент того, когда я сознаю. Когда я сознаю, я не беру весь мир во всей его полноте, да, вот как он дан восприятие, вот это восприятие. Я беру мир так, как вот он дан, как-то обособленно, как-то вот в каком-то конечном, в конечном каких-то отношениях. То есть, я как бы сознаю не весь мир. Вот здесь вот возникает такая интересная схема, я теперь рассматриваю не схему Ханта, а схему Ленинса. Ленинс различал перцепции и оперцепции. А разница состоит в том, что перцепции это все многообразие восприятия, а оперцепции это только те перцепции, которые осознаны. Вот те самые перцепции, когда Кант рассуждает об оперцепции, он имеет в виду именно те перцепции, которые сопровождаются сознанием. Вот этот уровень, это уровень оперцепции, а это уровень перцепции. И перцепции всегда больше, чем восприятие. А перцепция, это, казалось бы, осознанные эти перцепции. То есть перцепции такие, которые сознание, наряду с воспринимаемым, говорит, что я есть. Нет, это так у Канта, но это не в этом смысле. Перцепции, это те перцепции, которые сопровождаются сознанием. Вот в таком, например, в таком. Вот есть фокус. А как оно воспринимается сознанием? Есть фокус, а есть периферия. Вот фокус и периферия, например, в таком смысле. Фокус. Ну, Канта же, думаю, Лебедь совсем не так. Не, именно так. То есть там Лебедь с кем-то спорил, я не помню, по-моему, с Локом спорил, по поводу каких-то там вопросов. Суть же вопроса состоит в том, что вот хочется вот эти два пространства заровнять. Хочется сказать, что перцепция и перцепция одно и то же. Не хочется рассказать? Хочется. Да, и классическая философия именно так и подходит, что перцепция и перцепция это одно и то же. Например, взять философию Гегеля. У Гегеля все, что в перцепциях, оно все равно и есть в перцепции. Сознание тотальное, да, у него? Да. Сознание вот так, вот так. Все, что мыслится, оно мыслимо. Соответственно. Только про мышление пока отдельно. Нет, мы мышление говорим как восприятие. Все, что мыслимо, оно мыслимо. У нас все дано в форме мысли, не можем выйти за пределы мысли. Не, не, не. Вот тут вот я говорю, что пока мы про мышление, это еще дальше победа. То есть я тут нарисовал... Ну и с другой стороны нет такого восприятия, которое бы не сопровождалось осознанием себя. Это и есть различие между чтойностью вещью и ее бытием. Это как раз есть различие между перцепцией и восприятием самого себя в одном тоже. Весь существует именно потому, что я ее воспринимаю. Ну, кстати, так ли это, Дмитрий? Нет восприятия, который уже сопровождался сознанием самого себя. Да. Он уже, ну, как-то там был семинар давно, в общем, уже говорили, что в каком-то смысле существует, видимо, некий акт, предварительный акт восприятия, когда ты, словно говоря, вот так, буквально мгновенно открываешь глаза, в первое мгновение тебе что-то бросается в глаза. Ну, я просто не хочу сейчас это... Да, даже дело не в этом, что-то бросается в глаза, а в том, что у тебя всегда что-то неосознанное. Вот стоит вот там катка с этими, со цветами, ты их не осознаешь. Ну, оно не воспринимается, говорят. Нет, оно... Правильно, правильно. Ты ее не осознаешь? А согласно Лебенцу воспринимается на периферии, понимаешь? Потому что в любой момент этот фокус сознания может быть переведен туда и может начать воспринимать... В разговор уже не о сознании, не о сознании. О том, что нечто воспринимается ясно отчетливо, а другое не ясно не отчетливо. Нет, дело просто не в этом. Дело просто в том, что... Понимаешь, вся проблема состоит в том, как быть с вниманием. Вот есть у нас такое понятие, как внимание. Да, удерживание у которого предмета в фокусе моего восприятия. Правильно, в фокусе. А существует все остальное? На каким-то способах? Ну, как-то существует. Правильно. Вот каким-то способом оно существует... Оно существует настолько, насколько я его осознаю. Ты можешь осознавать, что эта периферия существует? И, 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 из этого... Ну, сама периферия... Это понятно. Но из этого оно не станет перцепцией, лишней этой перцепцией. Да, у нас есть предмет нашего внимания, есть предметы периферии. Такое различие возможно. Потом она больше содержательная, чем формальная или метафизическая. Ну, с одной стороны. Но с другой стороны, я просто классическую позицию защищаю, да? Но с другой стороны, это не означает, что у тебя периферия, это какая-то чистая перцепция, без оперцепции. Ну, такая позиция. Ну, тогда проблема у следующего возникает. Если перцепция равняется оперцепциям, от коды берется содержание сознания? Сознание же не создает, не творит содержание, откуда нам их берется? Это большая проблема. И у Канта эту проблему он решает, что вещи в себе будут. Да, и сказать, что перцепция равна перцепции, в классической философии, это то же самое, что говорить о вещи в себе. Да, именно так. Это и есть такое problema. И вот чтобы вот эту проблему решить, от коды содержания берется, Как раз надо только положить, что перцепции больше а перцепции. И тогда, если внимание, оно как бы... Поэтому, я еще минуточку. Поэтому, кстати, классическая философия в лице Гегеля, она не ищет истину в вещах или в актах восприятия. Она ищет... Ее поиски истины состоят в том, что она как можно дальше от него уходит. Чем дальше она уходит, тем ближе она к истине. Чем больше дальше от чувственного восприятия... Да, именно так, потому что как бы истину, но это и не только на самом деле. И религия тоже к этому стремится. Это, смотри, какая религия. Науково-рульки она и так и построена тоже, что ты в чистых определениях ищешь, в чистых определениях рассудка. Крам тоже говорит о возможности априорных содержательных суждений. Если у тебя нет содержания, но, возможно, априорно-содержательные суждения, то, значит, это тоже какое-то перцесточувственное состояние. Да, действительно. Если у тебя перцепция рома-перцепции, устроенная на твоем языке, то мы озабочены существованием вещей в себе, мы озабочены тем специфическим движением, которое обсуждается по поводу предмета и знания на 48-49 страницах введения федерального религия. Да, именно так, да. Все именно так. И так далее. Наша проблема. Наша любимая строчка. Вся проблематика классической философии, она сразу возникает. И поэтому попытки решить вот эту проблематику, чтобы не говорить о том, что содержание непонятно откуда берется, можно попытаться ввести новую логику, где перцепции на самом деле больше перцепции. И сознание является только схемой конечной, а перцепции бесконечной. Каким образом удерживаются перцепции? Перцепции удерживаются тем, каким-то удерживаются. Мы же говорим о бессубъектной антологии. Когда был бы субъект, то это уже был бы... На самом деле, я тут подозреваю, что когда субъект один, вот смотрите, возможно, проблема с тем, что перцепции классической философии равны а перцепции связаны с тем, что субъект один. Вот субъект один, у него внимание, да? И если он как бы смотрит, там он на самом деле действительно всегда сознание и восприятие, они как бы... Это... Как сказать... Поскольку внимание оно одно, как интенсия, да? Потому что, поскольку интенсия одна, то перцепции и перцепции вот внутри этой интенсии, они неразличимы. Неразличимы на самом деле сознание предмета и сам предмет. Нельзя так различить. Сознание предмета и предмет это одно и то же. Ну, нельзя вопрос поставить. Да, и даже вопрос такой поставить нельзя. Потому что там, где нет сознания, вообще ничего нет. И там, где есть сознание, сознание предмета не отличить от самого... Ну, сознание опять, сознание предмета. Сознание само себя. Сознание себя осознает. а знание знает предмет. Проблема состоит, чтобы определить знание предметов. Поэтому даже наши любимые 189 страницы «Филология Духа» говорит, что все равно как это называть? Что знание, а что предмет? Это все правильно, только все происходит внутри сознания, правильно? Да, внутри сознания. И поэтому у знания есть часть сознания. Да, оно и есть, но сознание – это со-знание, это сознание само себя. А теперь, когда вот субъект, вот тут мы проблематизировали его, вот, а вот мы теперь ставим такую проблему. А, допустим, давайте теперь говорить с деревянных «допустим», потому что, как бы, вообще говоря, доказательство того, что перцепции больше, а перцепции – это надо доказывать. Вот, допустим, что перцепции больше перцепций. Тогда, на самом деле, возникает расслоение общего пространства на два, а на самом деле – на три. Вот еще есть пространство смысла. Вот Игорь начал говорить о мышлении. Вот тут мышление еще находится. То есть перцепции – это больше перцепции, а перцепции – больше мышления. Вот так. Вот такая формула. как бы еще мышление это пространство смысл а как смысл соотносится с этим ну как раз а на конче рисовал когда рисовал не что он состоит из из материального как бы из вещей и потуле как бы и связано с ним это пространство смысл вот эти вот вот этот смотри вот и смысл меньше смысл даже меньше чем отношений у нас есть отношения те отношения могут быть взяты как смысл но тем не менее смысл еще меньше то есть мыслов еще меньше чем отношений здесь происходит деградация как бы этого содержание до деградации уменьшение содержать готова увеличение увеличение вообще увеличение всеобщей чем 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 больше отношения с собой больше камень деградация содержание смысле как бы конкретности увеличение всеобщества вот это происходит увеличение всеобщей ли ты называется движением страде раму вот есть движение абстрагирования вот есть все что в перцепциях дано это бесконечное многообразие потом уменьшена Потом ещё четвёртая штучка, где всего одна точка, и это абсолютно типа трошка. Там вообще абсолютный кайф, потому что это вообще чистое смысл. Причём вот это пространство смыслов точно так же наложено. Вот эти три пространства, они только расщеплены. Там есть одно пространство, которое на самом деле склонно. Ну, нормально материалистическая теория. Нет, это неудивительно. Теория отражения, что у нас есть некоторые... Субъекта нет, это материалистическая теория. Ну, как, блин? То отражает, то отражает, нету того, кто... Да, нет, нет, но сознание. Смысл у тебя в ком даны? Смысл у тебя в чём? Смысл просто существует пространство смыслов. Ну, а отношения кто у тебя останавливает в фокусе? Сознание. Ну, сознание. Вот это... Нет, вот это... Как бы, в чём состоит бессубъектность? Бессубъектность... Я просто не буду углубляться, пока, вот там, может быть, в тонкие материи углубиться. А субъект... Сознание есть субъект. Да, но только в том смысле, что, вот смотрите, как... Вот... Сознание... Да, как бы, вот сознание может представить в виде сферы такой, да, сфера сознания. И субъектность сознания состоит в том, что само сознание различает внутри себя вот... Ну, само сознание внутри себя что-то различает. То есть, в самом сознании, вот то, что мы вообще можем мыслить сами себя, и можем сами себя отличать от сферы предметностей, это связано с тем, что само сознание, это само себя сознаёт. То есть, сознание – это та структура, которая сама себя сознаёт. Причём сознание не может... Посмотрите, как бы иначе, вот мы имели бы доступ к такой вещи, как сознание, и вот есть сознание некая реальность. Как бы мы, как эту реальность мы свидетельствуем? Почему мы понимаем, что есть некое сознание? Потому что мы не можем эту свидетельствовать реальность с помощью восприятия. Потому что восприятие, оно делает всё предметным, а сознание – это деятельность. Как можно деятельность восприятия фиксировать? Никак. Мы не можем в этой деятельности фиксировать мышление, потому что мышление является вторичной функцией. Сначала должна быть данность, чтобы потом мышление, которое работает со смыслом, могло с этой данностью взять как смысл. То есть, поэтому есть... Первый по второй странице материзма и первый катицизм. Нет. Я не знаю, что еще здесь материзм и переборизм. Сознание само себя свидетельствует. Ну, свидетельствует, хорошо. Вот то, что везде любят называть понятием самосознания, я просто не хотел бы это термин вводить, потому что он путает термин. Потому что он под самосознанием понимает и я, то есть такой опыт, как я. Опыт я – это опыт указывания на самого себя. Под самосознанием понимает сознание, сознание. Под самосознанием понимает сознание субъекта. И непонятно, каждый опыт – это разный опыт, каждый опыт надо отдельно разбирать. И все так просто. А вот я про это уберу в самом простейшем виде. И вот сознание, вот есть как схема внутри себя различенная, да, вот она сама себя отличает от себя. То есть она внутри себя различает. И вообще говоря, все различия, которые существуют везде, вот мышление, существует различие смыслов. Как различие удерживается? Тоже благодаря сознанию. То есть сознание является пространственным в том смысле, что оно удерживает всякого рода различия. Эти различия даны в восприятии, она эти различия рассматривает, берет как отношение, причем конечное многообразие. Если это бесконечное многообразие, куда можно обратиться в любой момент, из него берется конечное многообразие, это и есть сознание, причем это деятельность, деятельность схемы. И потом уже из деятельности схемы возникает мышление. Так вот это вот как бы одна часть вопроса, я просто пояснил, в каком смысле сознание понимается как пространство. А вторая сейчас вопрос, это связанность с бессубъектностью. вот если тебе подойти к вопросу нажал есть субъект объектная схема у нас получилось так что вот здесь со стороны объектов объект с остальные объекты анд так трират может поящий сюда но это раз означает что со стороны сознания точно также должен плед Hirala чудес он даже на самом деле тройственно чем может я просто сейчас курил . смыву на самом деле Если вдуматься, там может быть и больше расщепления есть. То есть субъект точно так же, как-то расщепился. На что расщепился? На субъекта. Что такое вообще субъект? Субъект классический фотосессор понимается как причина и источник активности. У нас есть, например, активность мышления. Если вот это понимать как мышление, то субъект есть субъект мышления. Субъект мышления мысли, объекты. Объектами является смысл, потому что каждая способность и свой предмет соответствует субъект мышления. Потом, если это воспринимает, то есть субъект восприятия, воспринимает он чувственный объект. Тут можно разбивать это восприятие на количество наших чувственных способностей. Много там видения, уверения и так далее. Чувственные объекты, а тут как бы восприятие. И так далее. Существует два, а не три субъекта, а две, а третий потом рецепт. Нет, субъектов не два, субъектов много. Например, речь, субъекты речи. Тут уже будут знаки, слова и так далее. Тут на самом деле субъектов бесконечно много. Почти как уголочевый. У каждого ритуал есть. Нет, не как уголочевый. А я же раньше рассказывал про такую вещь, как субъектов. Есть какие-то акты. К каждому акту соответствует свой субъект. Субъект акта в каждом акту соответствует свой объект и соответствует свой объект. Потому что есть взаимоднозначные соответствия между субъектом и объектом. Потому что каждый объект, обладая определенным способностью, может, даже согласно Канту. Ведь Канту в чем говорит? что не способности должны сообразоваться с возможностями до познавания как бы а вещи объекты должны сообразоваться с возможностью познавательной способности то есть вот каждая способность соответствует свой предмет мышление соответствует смыслы и там в обоих спрятать там к или каждому отдельному отдельной способностью спрятать и соответствует свой предмет там способности слушать слушать слышание вас это соответствует звуки на спошли видение соответствует зрительный образы и так далее. И вот субъекты, они разбиваются согласно локтям актов. В зависимости от того, сколько актов, каждому акту, что такое субъекты, еще раз говорю, это причина-источник. Каждому такому акту соответствует свой субъект. И поэтому получается, что вот здесь, на полисе субъектности, получается очень много субъектов. Вот когда мы говорим о бессубъектной антологии, имейте в виду, что какой смысл говорить о конгломерате субъектов? Получается такой конгломерат. Много субъектов. Какой смысл говорить об этом? Раньше как получалось? Получалось, что есть объект, и он конструктивно состоит из многих частей. Например, он состоит из смысла. Смысл, чувственная данность, данность, речь. И он как-то вот так все конструируется, и все синтезируется в одну. И получается, что все способности, они на самом деле сводятся к некому одному. Да? Одному субъекту. Вот проблематично состоит в том, чтобы вот этот субъект собрать один. Да? Потому что в этой есть некая предпосылка, что вообще, говоря, субъект один. Как субъект собирается? Субъект собирается с помощью такого понятия, как я. Вот есть некий опыт. У нас есть опыт, психологический опыт, да, связанный с тем, что мы проживаем сами себе. Опыт переживания. Вот опыт «Я» есть у нас. Что это за опыт «Я»? Вот опыт, ну еще можно так назвать. Опыт какой, допустим, помните, на попытке изучали, когда говорили о том, что в быте ей переживает опыт проживания, опыт проживания времени, опыт проживания самого себя, некий внутренний опыт есть такой, да? В самосхватывании. То, что у Декарта говорит, где «Я мыслию обследовании существую», на самом деле, это опыт самосхватывания. Есть некий опыт такой, которого можно было назвать опытом «самосхватывания». Вот в этом опыте самосхватывания, да? Вот в этот опыте ф start-upme «Риффлексии» нам дано некое «Я» и мы считаем, что вот это «Я» и есть тот самый субъект. которым везде подставляется если мы посылаем один луч, и луч попадает в некую среду, он там расщепляется. Потом, как бы, можем ли мы его обратно собрать? Ну, луч-то, наверное, можно собрать, можем, а тут дело идет о том, что спасут совершенно различные природы, спасут мышление и восприятие, а я вообще там в оптогональ. И вообще, в принципе, каким образом мы мыслим мир, это вообще отдельная сложная проблема. Так вот, и поэтому мы вот предполагаем, классическая философия предполагает, потому что она считает, что такой опыт есть, есть и опыт Я. Кстати, вот опыт самосознания, который пишет, вот он... Хоробита. И там доказывается, почему все это относится к одному этому самому Я. Да, все доказывается. Но это если внимательно смотреть, там только доказывается, что просто Я есть, и все. Да, ну доказывается, что любовь уже, например, что любовь является модусом Я вообще, любое мое переживание. Доказывается, доказывается. Там на самом деле доказывается, что есть такой опыт самосхватывания. Мы же как-то обсуждали, Декарта там тоже проблематичная. Если понимать его как мышление, то там на самом деле ему не удается обосновать, что есть причина мышления. Потому что причину мышления можно обосновать только уже переходом к заключению, а ему нужен чистый опыт. Ну ладно, Декарта это отдельный разговор. Вот это я обосновывает на самом деле существование метафизического субъекта. Но на самом деле вот это я, это и есть психологический субъект. А в чем тут дело? Дело в том, что вот... Да, и я психологический субъект сюда подставляю. Да, да. На самом деле вот это вот то, что вот здесь происходит, когда мы я подставляем в качестве единственного субъекта, это есть не что иное, как учреждение. На самом деле мы просто учреждаем себя. Причем это учреждение есть дело воспитания. Вот помните, мы говорили о таких болезненных вещах, как расщепление субъекта, да? Я как тут поинтересовался этими вещами, я думал, что это вроде бы свою роду шутка. Оказывается, что очень много народу болеет таким вещью, как расщепление личности. То есть это диссоциативное расщепление личности? Да, да, да. Очень много расщеплений и при... И даже на самом деле это выглядит как-то так странно, что... Ну, это последнее достижение, буквально последние 20 лет. Может быть. До этого считалось, что их вообще очень мало. Есть предположение, что каждый человек так расщеплен? Да, но я это высказывал. Я высказывал это предположение. Считалось, что... Просто мы сами об этом не знаем. И даже была такая еще проблематика с астративным расстройством личности. Считалось, что это баррелизм чьи-то англосакционской культуры. А на самом деле они просто этим делом более занимательно занимались. Поэтому оказалось, что это англосаксонская чистая вещь. Оказалось, что нет, что все расщепляются. Просто англосаксы к ней наиболее... Наиболее много изучали этот вопрос. Ну ладно, это... Да, вопрос просто связан с тем, что вот это вот предположение... Ну и еще раз я повторяю, прошу прощения. Все-таки эта картинка, которую ты пытаешься нам нарисовать. Оно, принципиально, отличается от диссоциативного расстройства личности. Не, ну естественно, я апеллирую к болезни только исключительно как... Нет, диссоциативное расстройство личности это расстройство вот этих самых больших психологических яд. Я согласен. А не разделение. Я согласен, согласен. Потому что это... Я просто как бы... Чтобы как-то пояснить, о чем идет речь. Наша уверенность в том, что мы сами себе равны, да, каждую секунду времени, в каждом действии, в каждом опыте, да, на самом деле это представление просто есть плод убеждений. И это не является плодом реальности. В реальности на самом деле, как бы, вот, за каждую нашу способность ускрывается своя причина. И эти причины совсем не обязательно сводятся к одной причине, да. Вот нет такой одной причины, которая бы на самом деле, вот, являлась бы причиной всех способностей. И вот такой причины нет. И если даже она есть, то это надо требовать доказательства. Доказать это, по-моему, невозможно. Классический философт просто исходит из того, что он есть. Она... Вот это вот я, ну, или можно было еще нарисовать юридический субъект. Но просто я его не стал как бы так высоко подниматься. Можно еще было его... Это, как вы говорите, о юридическом субъекте, его так тоже спускать. Она вот просто взяла психологический субъект, который является единым, и спустила его в метафизику. На самом деле его нет. И если его нет, то получается множество субъектов. Естественно, получается, что разговор говорить о множестве субъектов бессмысленно. Ну, если субъектов столько же, сколько способностей, а способностей непонятно у нас сколько, да? Как их правильно? Как вот способности различать? Вот и наше, может, тут, допустим, есть такое психологическое, опять же, наблюдение, что, например, способность речи и способность письма разной способности. Способность... Способность слышания, способность... способность говорения и сообщения разные способности. Вот это уже сильно. Ну, я имею в виду, что способности, чтобы различить все способности, я не знаю, что надо сделать. Как это так получается, что одни слышат, а другие говорят? Ну, как так? Дело просто в том состоит, что как это проявляется? Это проявляется в том, что лексический словарь, который человек использует, когда он говорит, лексический словарь, когда человек читает, он читает текст и понимает слова, которые никогда не используют в речи. Ему никогда в голову не приходит, когда он говорит. И, например, это можно легко понять, когда мы изучаем иностранный язык. Мы все иностранный язык изучаем через чтение текста, и поэтому мы встречаем английский текст, мы спокойно с ним справляемся. А уже даже с простейшей речью, даже если мы понимаем каждое слово, нам уже труднее справиться. То есть на самом деле, вот это вот лексические минимумы различных способностей, они разные. Это то, что способности эти, они способности разные. Да, бывает еще более сильная ситуация. А бывает, когда человек при определенном роте повреждения головного мозга может замечательно говорить и что-то рассказывать, но во времена он не может понимать устный текст, который мы ему рассказывали. Как это так? А вот так. Это я и говорю, что у тебя способности говорения, способности слышения, это разные способности оказаться. Вот он не понимает, что ты ему говоришь. Он не может мне все это, но может рассказать. Ну, в общем-то, я тут, в принципе, я занялся всякими патологиями, но пока я это делал только наше, я потом вам об этом расскажу, как бы. Как раз это как бы тоже занимательно. Но ты просто пытаешься какому-то опыту адресовать? Нет, нет, нет. Я пытаюсь как бы просто пояснить какими-то примерами, да, для того, чтобы вообще говорить о чем. И о чем, на самом деле, фактически о чем я говорю? Если субъектов много, то просто такого представления как субъекта не нужно. Поэтому возникает представление о сознании. Вот есть некое сознание просто, да, и оно внутри различает. Не нужен субъект просто. Без субъекта означает просто ненужность представления о каком-то единственном субъекте. Просто вот есть сознание как различение, и сознание само и есть свидетельство вне себя. Так а почему сознание не может быть у тебя субъектом? А оно и есть субъект. Ну и чего? Ну только оно субъект хитром способом. Ну и с из-за того, что ты сказал, значит у тебя наоборот, сквозь субъектная антология получается. Нет. Сознание... Ну, понимаешь, ребята, опять же... Я бы даже сказал, единственное субъектное. Давай так, как вот ты про физику говорил, система отсчета должно же быть? Сознавалось должно же быть? Да, да. Так вот, нету того, кто сознает. Ведь можно так рассуждать. Есть субъект, и он сознает. И сознание брать как способность. Ну. Способность. Ну, можешь так рассуждать. Так вот, такого субъекта нет. Просто сознается, и все. О чем сознается, что вот есть вот эта разница, и все, вот она разница. И само сознание вот эти все какие-то разницы удерживает, и вот эти все удержания этой разницы, и есть свидетельствование. Вот тут ты где-то, тут условно, где-то, есть сфера чувственной предметности. Нет, но это из-за того, что ты... Тут где-то там, мы тут где-то там... Смысл... Используешь, по-моему, причастие называется. Сознается, там, еще что-то делается. Я не знаю, как это называется. Но из этого же не следует, что ты от него... Потому что ты начал по-другому использовать слова. Это же не следует, что ты от субъекта отказался. Нет, суть стоит в том, что сознание не есть то мысли. Вот еще раз. Вот, вот, вот... Смотри, вот Соктан говорит, хорошо. Вот субъект. Подожди. Вот то мысли. Мысли то. Если бы ты не... Мысли то воспринимает. Сказал бы, да. Ну, сознание... Нет. Вот я и в чем состоит? Мысли то воспринимает. Не сознание. А специально субъект мышления и воспринимает. Да. Но только их много. И поэтому... Да. Вот поэтому вот они здесь представлены. Видимо цветочки... От цветочки во дворе сажают. Другой цветочек. Нет. Ну зачем так лутерировать? Я же не могу. Я просто подаю цветочку. Вот есть субъект мышления. Вот это вот интенсация. Да, есть субъект мышления. Вот. Есть субъект восприятия. Они существуют. Почему мы о ней говорим? Потому что все они даны в сознании. Сознание их свидетельствует таким способом. Что вот есть интенсия внутри сознания. Сознание понимает, что вот произошло акт мышления. Вот произошел акт восприятия. Да. Сознание оно само свидетельство. И оно свидетельствует и о самом себе. Но только оно не субъект мышления. И не субъект восприятия. Вот в чем смысл. Вот как пространство. Понимаешь? Вот различные части пространства, как бы, из-за того, что они вроде бы... сделали что только одно пространство не за ver vivir пространство есть одно ну правильно а просто части пространство. они различно мы прям решили все behind 무슨 это конечно же говорят пространство одно не так а просто есть ни когда это система различий это система различий сама себя а Ganzaro да может быть связано Просто связано, то областанство одно. Нас еще с другой стороны задумал, что такое сознание? В чем состоит функция сознания? Оно свидетельствует и констатирует. Что такое сознание, по другим словам? Вот так. Это свидетельство и констатация. В акте восприятия я одновременно констатирую, что я есть. Можно и так констатация возникает. Только это уже из психологической сферы. То есть ты взял из психологической сферы и сверху спустил я искать. На самом деле в самом восприятии никакой я есть не нужен. Вот эта вот мойность везде, которую все суют, она взята из психологической сферы. Она взята из другого уровня и она сдвинута. Конечно, есть некие слои. И эти слои, классические философии, они на самом деле смешаны, сдвинуты. Но это надо тоже обосновывать. Сейчас я как бы не буду это обосновывать. Суть об этом в чем состоит, что из-за того, что мы не можем говорить, что сознание мыслит и воспринимает, бессмысленно говорить, что есть субъект, который сознает. Просто есть сознание и сознание и есть собственно все. И внутри есть свидетельство мышления и восприятия, и есть свидетельство самого себя. Вот такая антология. И эта антология аналогична тому, как есть такой фильм про океан. Как он там называется? Солярис. Солярис. Вот такой солярис. Там же нету, ну я не знаю, про солярис, может там и есть. Но вот представьте, что какой-то есть такой океан. И в этом океане части океана сами различены. И вот сама эта различенность и есть собственно свидетельствование. Можно тут такой пример пояснить. Вот, например, частицы, электрон. Вот электроны или там любые другие элементарные частицы. Они же одного вида, допустим, электроны. Они же неразличимы. Как они различаются? Только пространственно? Вот в этом смысле. Представьте, что два электрона, да, они совершенно одинаковые. Но они различены пространственно. Получается, что пространство свидетельствует об их различии. Как бы свидетельствует? Не в том смысле свидетельствует, что говорит, я свидетельствую, как на суде. А свидетельствует в том смысле, что только благодаря существованию пространства два электроны, которые по существенности свои различили, различаются. Так же и сознание. Оно различает благодаря тому, что оно так же пространственно растянуто, только оно, я показал, что не тот, не буквально в смысле пространство восприятия, а такое хитрое пространство, пространство отношений. И вот это вот внутри этого пространства отношений, благодаря тому, что оно различает, Внутри себя различено Возникает вот такая вот Странная свидетельствование То есть свидетельствование равно Различению Поскольку различено По стоку свидетельствует Я на самом деле Все вещи конечно здесь не надумал Лагер тоже тут какие-то выдвигал Возражения со стороны классической философии Конечно есть какие-то моменты Которые трудно обосновать Надо просто думать Я просто попытался представить общую картину Как это выглядит Вот есть просто условно говоря такой шарик И внутри этого шарика есть все С одной стороны помнишь как в одну кучу Идеи сброшены, вещи сброшены Вот в этом шарике в буквальном смысле Материальное, идеи, мысли, вещи Интенции, то есть активности Все в одну кучу смешано То есть это такой бульон В котором нет такой вот однородности Однородности только есть в том смысле Что есть различие И вот это различие Вот сейчас вот такое представление Бессубъектной антологии Вот такое представление сознания То есть собственно Благодаря сознанию возможно Бессубъектная антология А субъект конечно тоже есть Он где-то здесь тоже плавает Такой вот я такой Которое сознается Я тут плавает Она тоже просто одно из различий Когда ты говоришь Самосознание Это просто вот различие я например И вот это предмет Или тут мы А различие от мысли И так далее То есть тут какие-то Мы подразумеваемые субъекты Допустим субъект мышления Тут какой-то субъект восприятия Тут допустим субъект речи И так далее Здесь какой-то прожорливый субъект Это в субъекте Прожорливости То есть нет трансцендальной Единственной перцепции? Нет Транцентальной Единственной перцепции нет Вообще никакой Единственной перцепции нет Только есть Все что можно сказать Что вот есть сознание В этом сознании Дана такое многообразие Это как бы вот такое Ну если говорить На то философски Как бы вот Не как бы с внешней стороны Потому что Как это все описывать Строго И пока не очень ясно Как это вообще Как это делать Терминологически И к этому подойти Не там просто Вот такой добавок Хорошо Спасибо Ну как Считаешь В принципе Возможное такое Рассмотрение Или все-таки Это она технически Как-то выполнена Ты же не выполнена Технически Не выполнена Это Ну есть интуиция Что Мне еще Интуиция Бульона Сыпы Нет Вполне возможно Нет На самом деле Оно пересекается С тем Что дают нам Психологии Возможно Да Психологическая картинка Очень нормальная Такая У тебя свитно Нет единственного Субъекта Который Который Есть Сынка У тебя есть Бульон Ну как бы Мы можем Редуцировать Это все Просто Чисто Нам мышление Нас позволяет Чисто Кратически Можем Редуцировать Все Какому-то Единству Но все равно Это единственное Это будет Учреждено Учреждено Не будет Перевещность Мы Протянем Бульон Можно Можно Свести к некому Учреждению Вы Сказать Что он Един И Говорить Что он Это Вторичное Высказание Это означает Что Это Первичная Данность Редуцирована То Что в классике Происходит Это Первичная Данность Что Есть Пространство Различия Редуцирована У тебя Другая Бульон Плавает На самом Деле Вот Здесь Тут Еще Есть Такой Момент Ты Правильно Замещаешь Что Для Такого Бульона Нет Нижней Позиции Если Я О чем Говорю Что Я Всегда На Рот Уже Здесь Я Начинаю Что Мысли И Уже Сразу Начинаю Здесь Двигаться Тропинка Здесь Всегда Такой Тропинки Выйти Сюда Нельзя Это Все Что Можно Тут Вовне Ничего Нет Ничего Нет Ничего Нет Нет Ничего И Поэтому Все Тропинки Я Начинаю Мыслить Об этом Сознании Изнутри И Пытаюсь По Тропинке Как Что Понять Как Оно Выглядит Снаружи Снаружи Не Выйти Я Всегда Буду Находиться Внутри Сознания И Эта Позиция Что Невозможно Сознание Отрефлектировать Невозможно Выйти Извне И На него Посмотреть Эта Позиция Существенная А именно Поэтому Сознание Представляет С собой Пространство Именно Поэтому Эта Пространство Естественно Не может Редуцирован Никак Вот Оно Есть Есть И Больше Ничего Не Сказать Вот Это Собственно И Есть Бытие Осознавался Он Принципиально Не Осознавался Никаким Я Потому Что Осознать Это Означить Точку Поставить Ну И Всегда Изнутри Вот Мое Я Ну Что Сейчас Я Говорю А Я Нахожу Здесь И Что Я Делаю Чрезвычайно Интересно Потому Что Оно Предполагает Невозможность Усушения Бытия Да А Что Это Значит Невозможность Мысль Бытие Как Некую Ты Мыслить Не Можешь Принципиально Ну Я Мыслю Сейчас Ты Же Не Мыслишь На самом Деле Еще Одна Точка Еще Один Акт Свободный Именно Бытие Как Некой Таин Ты Мыслить Не Можешь У Себя Ситуация Оказывается Вне Понятия Бытия Все Философы Говорили Бытие А Теперь Без Этой Без Этой Между Бытием Небытием Получается Можно попытаться Построить Философию В которой Как известно Наука Бытия Без Понятия Бытия Как Такового С отрицанием Самого И такой Вещи Нет Факт Состоит В том Что Я Улыбился В Такей Сфере Что Там Вроде Не Философия Похоже Скорее На Экспериментальную Науку Что Типа Смесить Психологии Понимаешь Без Понятия Бытия Как Такового Беспотальности Общая Приводимость Если ты заметил Александр Балдачев То он тоже Без Бытия Браво И это Главное У Александра Балдачева Естественно Научная Гипотеза Одна Единственная Послух В каком-то Смысле Одна Единственная Красивая Научная Гипотеза На самом деле Если думать Я тоже Отдаю себе Отчет Что Это Выход За Рамки Философии Ты же Пытаешься Нет Почему Кто знает Почему Выход За Может Философия Такая Философия Которая Лишна Понятия Бытия Или Оно Здесь Как-то Должно По-другому Функционировать Нет Нельзя Сказать Что Сознание Есть Бытие Есть Все Что Есть Что Значит Ну Конечно Что Предмет Есть Предмет Это Бытие Давай Перейдем Нет Существование Вот Матичном Смысле Как Говорили Мир Как Целое Его Не Охватить Но Как Его Даже Мыслить Непонятно Как Но Тем Менее Как Можно А тут Сознание Шарик Такой Правильно Но Там Как Раз И Говорилось Что Наука Что Философия Сама Занимается Своим Приметом Питать Сама Себя Учередить В том Смысле Что Она Постоянно Доказывает Что Бытие Мыслить Можно У тебя Получает Что Бытие Мыслить Нельзя Сам Понимаешь Точка Все Точка Бытие Как Таковое Я понял Еще Точка Я понял Ты Прав У тебя Куча Точек Я Даже Об этом Не Задумался Теперь Я понял Что Ты Говоришь Забавный Способ Философии Что Бытие Мыслить Можно В чем Суть Нотологическое Доказательство Божие Что Бытие То есть Бог Ухватываем В понятии В конечности Нотологическое Доказательство Бытие Мыслить Можно А Здесь Принципиально Говорится Такой тотальности Как Бытие Нет Нет Нинципиально Только Я пытался Сказать Что Все Это Есть Бытие Но Спасатель Это Точка Опять Что Что Были Сказали Я Всегда Попадаю В точку Я Все Что Хочу Мысли Я Всегда Вот Здесь Всегда Всегда Я Нет 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 Это Это Медитирует Как Он Мыслить Низа Очень Интересно Получается Что У тебя Есть Всевозможные Деятельности Есть У тебя Ну Чего Там Проготовление Бештекса Собирание По мусорным Контейнерам Пустых Бутылок И Философств И Все Это Рядоположено Они Между собой Эрктически Неразвлечимы Ну Понимаешь Ты Всю Психологическую Сферу Переехал Я Так Нет Подойди Вот это Шепчали Сознанием Метафизически А ты Уже Такая же Точка Но Все Так Поэтому Между ними Иркти нету Не Иркти нету Поэтому Сниматься философией Собирать пустых Ну Просто Есть ли Субъект Собирания Пустых Бутылок И От Который Отличный Субъект Ровно Такой Субъект Как Субъект Когда Пытаешься Массоединить Нет Просто Не Каждый Я Просто Не Знаю Есть Много Деятельств Ты хочешь Скажешь Что У каждой Детельности Свой Маленький Субъект Ну У каждой Бутылки Да Ну Не Знаю У тебя Получается Что Новая Бутылка Новый Субъект Новая Точка Да Пришел К другому Сану Картенеру Опять Новый Субъект Нет Получается Вообще Ты И Самое Любопытное Что Ты говоришь Ты говоришь О том Что Была Всегда Философия Единства Да А Теперь Получается Что Философия Такой бесконечной Множественности Что Ну Даже Не Множественности Ну Вот Это Некое Пространство Точек Если бы Множественность То Это Было Было Уже Счастье Пространство Бесконечных Точек Да Да Если бы У тебя Была Множественность То Ты Говоришь О Подсутствие Связи Между ними Связь Уссознание Устанавливает Принципиально У меня Нет Связи Между Всеми Точками Подожди Между Какими Трехи То есть Просто Локально Это Локально Это Не важно Но Тебе Тебе Важно Что Они Все Как Множество Они Задаются У тебя Здесь Нет Множество По той же Кричине Что Нет Бытия Нет По той Речении Что Нет Множества Ну Как Множества То Нет Множества Точек То Есть Нет Той Позиции С Я же говорю, поставить. Оно при себе может сколько угодно. Но той позиции единое сознание, которое оно «берет» в кавычки и превращает множество, тоже нет. Потому что тебе превратить это дело в множество – это не превратить всё это дело в множество. Всё это дело не надо превратить. А значит, одну точку просто нарисовать. Нет, да значит, в этом множестве есть какие-то многообразия, которые более-менее… Многообразия-то они могут и быть, но из того, что у тебя есть совокупность многообразий, многових, все вместе они не станут множеством. Это принципиальная и немножественная структура здесь. А как это? А что за структура? Как структура пространства, в которой в каждом отдельной точке оно искривлено? Как это рассказать? Нет, просто вот такой суп, бульон. Нет, бульон это значит ничто. Получается, что ты хочешь сказать, что я вообще ничего не сказал. Нет, почему? Ты что-то сказал. Я-то хотел сказать, что... Я давно говорю, что бытия нет. Бытия нет, сказал ты. Ну, это все, что я сказал. Ну, а почему? Я же так сказать, здесь субъекта нет. Объясняйте, не потому, что их много просто. Сознание нет. Сознание есть. Как раз все, что есть, и есть сознание. Надо будет уж там последовательным до конца и сказать, что сознание это и нет тоже. Как и субъекты. Нету сознания. Сознание есть. Сознание и есть различие того, что много есть. Собственно, внутри сознание. Все, что мы воспринимаем, все, что мы высказываем. Но ты пойми, что у тебя различие между А и Б, это другое, чем Б и С. Поэтому ты не можешь говорить, что эти два различия между Б и С и А и Б... Нет, нет, ну ты уже мою схему додумываешь в каком-то уже своем направлении. Ну я тебе просто подвожу ее до конца. Нет, ну я же... Нет, ну... Ты хочешь сказать, что движение вот так вот? Да. И движение вот так вот, оно различное? Да, да. И они не объединены в одном сознании, да. Нет, не обязательно. Хотя и так тоже может быть. Так тоже может быть. Может, Б и С лучше нарисуй. А, Б и С? В смысле? Да, да. Они у тебя не объединены в одном сознании. Ну я не знаю просто. Но не объединены. Раз они у тебя не объединены, то нет бытия. Нет в твоем боли. Кстати, знаешь, в чем проблема состоит? Проблема состоит в том, что ты говоришь, не объединены, что тут время непонятно как существует, да? Время, то как существуют шарики? Шарики сознания. Вот сознание, а сознание... А как время-то здесь есть? Ну, скорее всего, у тебя нет и времени как некой тотальности. Время же татарности. У меня оно все-таки есть внутри так же, как точка. Ну, вот так оно не может быть, тогда это не время. Потому что означает, что ты пришел в другой точке и ты потерял. Времени нет. Это очень интересно. Можно на основании... Нет, сознание-то времени нет. Это точно. На основании временности все эти вещи... Нет, дело просто в том, что действительно, в сознании нет времени. И время я понимаю следующим образом. Есть как бы вот, собственно, сознание вне времени. И время отчитывается относительно того, что у нас стоит. Вот опыт внутреннего проживания времени состоит в том, что сознание стоит. А когда мы что-то фиксируем, нечто другое движется. И вот то, что другое движется, как бы, это и есть время. Внутреннее сознание времени, да? Оно как возникает? Вот я у меня вот так вот раскладывается между сознанием и тем, что движется. Нет, ну тогда у тебя действительно все в потоке времени объединено. у тебя время и бытие одно и то же. А если у тебя везде есть фирена, наносит у тебя в любых актах, у тебя все протекает во времени, то у тебя есть понятие бытия. Дело в том, что в сознании стоит как бы это... Нет, в сознании понятно, что стоит. Если оно стоит, то основной предмет движется. Да. То есть время тогда получается в данности любого предмета сознания. Форма. Время – это и есть способ проживания психологического субъекта самого себя. Понимаешь, вот эта картинка, она психологическая. Ну, сомневаюсь, что время есть способ проживания самого себя. Ну, хорошо, но время самого субъекта, тогда у тебя «я» имеет выделенный характер. Потому что я проживаю самого себя во времени, все остальные предметы проживаются настолько, насколько я проживаю самого себя. То есть все остальные во времени происходят. Ну, есть тогда у тебя тотальное сбытие. Тогда тотальное сбытие существует. Мне интересно, если у тебя существует тотальность некая. Ты таких стильных говоришь, что я даже не очень понимаю, что ты говоришь. Просто суть вопроса состоит в том, что вот я попытался две сферы разграничить. Да, вот сферу психологическую, я не знаю, но я пока не очень границу понимаю, а метафизическую. В чем просто состоит разница? Разница состоит в том, что психологическая сфера – это сфера переживания нашего внутреннего. Нельзя переживания сводить в метафизическую сферу. А метафизическая сфера, она связана с сознанием, то есть то, что стоит во времени. То есть метафизическая сфера – это как бы антология, а психологическая сфера – это антропология. Ну, в общем, есть о чем думать. В общем, вот такая ситуация. Не все совсем ясно. Я не могу сказать, что я все понял. Просто вот такие конструкции строим. И, наверное, в лаборатории пытаются что-то понимать. Хорошо. Так же это escreLE. Вот эта ин unreasonable. Да, я показываю удовольствую понимание. 2019 года. Это молод consegu antvenant, да? А, на твое TCP. Это м 19 км также позволяет им говорить 듭скость. Вык��, в общем, которые để 연� empresarial wheels, Уважаем с Springfield.